То, что десятилетиями создавали многие поколения, Путин уничтожил меньше, чем за год. Это национальном достоянии России Газпроме. Еще за год до полномасштабного вторжения в Украину монополист отчитывался о рекордных сверхприбылях. А уже через год экспорт газа в Европу, или как в Кремле называют дальнее зарубежье, сократился почти наполовину. На сегодняшний день это предприятие не плательщик дивидендов. Его доходы падают, а рыночные перспективы неизвестны. Путинский ставленник даже не знает, сколько на предприятии зарабатывают люди. А зачем мелочиться? Какие-то тысячи, а они ворочают миллиардами. Люди в среднем сколько получают заработная плата? Какая у них? Владимир Владимирович, средняя заработная плата в Газпроме составляет, конечно, в зависимости от северных, от условий работы больше, чем в обычных наших газотранспортных компаниях. Но я могу сказать, Владимир Владимирович, что это десятки тысяч рублей, и наши работники чувствуют себя социально защищенными и абсолютно уверенно смотрят в свое будущее. Как Путин довел огромную компанию, где занято почти полмиллиона человек, до такого состояния? Какое будущее ждет российского монополиста? Как его состояние влияет на всю страну? У российского газового гиганта дела идут очень плохо, и с каждым месяцем ситуация только ухудшается. Добыча газа в России уже упала на четверть, а по Газпрому практически на треть. Экспорт в европейское дальнее зарубежье обвалился со 170-180 миллиардов кубометров в лучшие годы, до 12 миллиардов кубометров в первое полугодие текущего года. Доходы бюджета от экспорта газа сократились на 80%. Кроме того, в международных арбитражах находятся многомиллиардные иски европейских потребителей, которым Газпром в нарушение контрактов перестал поставлять газ. Я хочу, чтобы мы взглянули, как ему удалось угробить всю страну, вместе с десятком таких, как минимум, крупных компаний, которые приносили, были курицы, которые несли золотые яйца для России. И, в принципе, если бы правильно распорядиться этими деньгами, в России там не хуже была бы и инфраструктура, и все, чем в Объединенных Арабских Эмиратах или в Саудовской Аравии, например. Но вот эта клика, этот коллектив озера, я не знаю, этих 10 человек, они болели вот этими геополитическими многоходовочками, каким-то реваншизмом, понимаете. Ну, потому что система построена, система интересов, она выстроена таким образом, что интересы государства на первом плане, а не человека. И вот это основа. Если бы человек с его приоритетами, с его интересами был во главе угла этого государства, если бы с этим человеком считались, вот, с россиянами в государстве, то, поверьте, даже войны не было. Газпром перестал выплачивать дивиденды. Ценные бумаги компании превращаются в фантики. Если в сентябре 2021 года акции стоили почти 350 рублей за штуку, то теперь упали до 170 рублей. Теряют инвесторы, теряют россияне, поверившие в национальное достояние, теряет вся национальная экономика. Газпром выстроил свою империю на газовом экспорте, не особо заботясь о внутреннем рынке. Еще в советское время, когда в Заполярье были открыты огромные запасы природного газа, Кремль вышел с ним в Европу и предложил Западу взаимовыгодные условия сотрудничества. Москва обещала бесперебойные поставки газа в обмен на технологии, оборудование, товары широкого потребления. Одним словом, всего, чего не хватало Советскому Союзу. Надежность эту выстраивал не он, выстраивали предшественники его. И выстраивалась она с середины 70-х годов, с программы «Газ в обмен на трубы», когда Германия поддержала эту инициативу. Еще та западная Германия в далекие 70-е, 80-е, когда противостояние было между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вот Германия поддержала это дело, несмотря на давление Соединенных Штатов. И вот тогда поколения советских лидеров выстраивали эту надежность, дабы доказать противное, что Соединенные Штаты неправы, что Советский Союз может быть надежным поставщиком. И вот эти 80-е, 90-е, 2000-е годы, 30 лет долгосрочные контракты подписывались. И ни разу Советский Союз, несмотря на политику, противостояние, холодная война, это же была война, она и называлась так холодная война, но ни разу контракты не были сорваны. Между Советской Россией и Европой возникла прочная система взаимной зависимости, которую не могли разрушить даже политические разногласия и холодная война. Вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году или в Афганистан в 1979 году не разрушили бизнес-отношения. Европа стала зависеть от поставок газа из России, а Москва – от европейских покупателей. В начале 2019 года Москва обеспечивала почти 40% газового импорта в Евросоюзе, а выручка от этих поставок составляла более 13% доходов федерального бюджета России. Казалось, эту зависимость никто и никогда не сможет разрушить, но это было ошибочное представление. Оказалось, разрушить сложившуюся схему, которая устраивала и Россию, и Европу под силу одному человеку – Путину. Только великий кормчий Путин додумался через 50 лет взять и вот эту репутацию Реноме, которую нарабатывали поколения советских людей, потом россиян, взял и сжег в топке. Просто перекрыл на зиму краны, потом песенки какие-то придумал, повеселился, значит, вы замерзнете все там и так далее. Ну, просто выглядел, я не знаю, это дико, это просто у меня нет даже объяснения, нет слов для объяснения. 60, там 70 лет взять вот так вот в топку бросить и сжечь. Плюс Реноме страны и Реноме больших компаний. А ресурсы есть, и это основной рынок, он самый близкий. То есть европейский рынок для России – это самый близкий и естественный, его называют естественным рынком сбыта. Плюс он высокодоходный, то есть нету таких рынков больше рядом, которые являются очень высокодоходными. Ну, на Дальнем Востоке японский, Япония там жиженый газ может взять там, да, заплатить серьезные деньги. В 2021 году, готовясь к широкомасштабному вторжению в Украину, Путин приказал Газпрому использовать поставки в Европу как политический инструмент. Мол, мы вас заморозим и доведем до экономического коллапса, если вы будете поддерживать Украину и не отмените санкции против России. Газа в подземных хранилищах Германии хватает на два, максимум два с половиной месяца. Сменщик Путина на президентском посту Медведев регулярно напоминал Европе о приближении зимы. Мол, альтернативных поставок газа нет, европейцам предложили прислушаться к песне Эдуарда Хиля «Зима» и вообще к русской культуре. Поставки газа стали постепенно превращаться в орудия шантажа. Цену в контрактах стала определять политика. Скидки были лояльным Кремлю странам. Когда те оставали непокорными, Путин требовал оплаты в рублях. Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. А когда покупатели отказывались платить в рублях, Кремль стал отключать им газ. Затем «Газпром» остановил закачку газа в свои подземные хранилища в Европе. Перестал продавать газ на электронных торговых площадках. Резко сократил прокачку по экспортным маршрутам. Все помнят историю с северным потоком и газовыми турбинами от «Сименс». Сначала были сокращения поставок, мол, для ремонта. Потом, после подрыва веток, и вовсе прекратились поставки. В европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%. Но затея Путина провалилась. Европа проявила стойкость в поддержке Украины и гибкость в отношении поиска новых поставщиков газа. Хранилища были заполнены полностью еще до начала зимы, глобального дефицита не было. А вот у России начались глобальные проблемы. Однажды потерянное вот это реноме, о котором мы говорим так долго, уже, как бы вы ни пытались там сказать, это зафиксированный в истории факт, что вы перекрывали поставки газа своим потребителям, за которые они заплатили, за которыми в контрактах вы поставили подписи, мокрую печать, что вы будете поставлять. Вот, а вы взяли там, как политическая конъюнктура изменилась, вам что-то там в голову ударило, вы взяли и перекрыли краны. И это уже в следующий раз, уже это будет влиять и на страховку этих контрактов, и на цену поставляемого газа. То есть, бремя это будут нести следующие поколения. Не только в компании россияне будут нести это бремя, потому что эта компания была национальным достоянием. Она приносила там миллиарды денег, там, в сутки по миллиарду, понимаете. Поэтому и за счет нефти и газа там на 45% бюджет формировался в России. А он взял и уничтожил вот эту компанию и ее будущее. Неудачная попытка заморозить Европу нанесла огромный удар по российскому бюджету. Он уже и так имел огромные проблемы из-за санкций и рекордных расходов на войну с Украиной. Из-за потери европейского газового рынка, куда до войны уходило почти 80% экспорта «Газпрома», «Федеральная казна в 2023 году недосчитается 28 миллиардов долларов налоговых сборов», подсчитали российские аналитики. В пересчете на рубли газовая дыра в доходах правительства составит почти 2,6 триллиона рублей. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом государственной медицины, или 8 раз превышающая размер бюджетов крупных регионов, таких как Новосибирская или Нижегородская области. Сам «Газпром» потеряет около 90 миллиардов долларов выручки. Чем являлась Европа, кроме рынка, рынка сбыта, где вы получали суперприбыли, Европа же в обмен на эти энергоносители давала вам инвестиции и технологии. На инвестиции вы развивали, то есть скважины, они исчерпываются. И в России очень много скважин, которые исчерпали себя и которые были разведаны еще в советское время. Если не вкладывать деньги в георазведку, в поиск новых скважин, в их разработку, а в разработку скважин это не просто приехал и разрабатываешь. Там надо подготовить, начиная от городка для рабочих построить, заканчивая подготовить площадку для добычи. Плюс к тому, если у вас пласты залегания выше, глубже 7 тысяч метров, у вас нет технологий, у России нет технологий добычи нефти с этих пластов. И поэтому все это было европейское или мировое, американское. Если у вас нет этих технологий, значит у вас нет денег вести георазведку, у вас нет денег оборудовать площадки для этого дела, у вас нет денег на бурение. Выпадающие доходы бюджета Кремль намеревается компенсировать поставками газа в Китай и повышением налоговой нагрузки на Газпром. Но по трубопроводу силой Сибири в Китае будет прокачано лишь 22 миллиарда кубометров. Восемь раз меньше, чем до войны приобретал Евросоюз. У китайцев нет такой потребности в российском газе, какая была у европейцев. Да и транспортную инфраструктуру на нужную мощность в Китае можно построить не раньше, чем через 12-15 лет. Не спасут бюджеты дополнительные газовые налоги. Они покроют менее четверти от доходов, потерянных на европейском рынке. В этом году Газпрому предписано платить ежемесячно по 50 миллиардов рублей дополнительного налога на добычу полезных ископаемых. Чтобы компенсировать Газпрому потерю доходов, Кремль готовит резкое повышение цен на газ в России на 16%. Речь идет о повышении оптовых цен для всех категорий потребителей, как населения, так и промышленности. Цены для потребителей Газпрома будут меняться в два этапа. С 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% с 1 июля 2025 года. Хотя это даст Газпрому лишь 25 миллиардов рублей внеплановой выручки в год. От европейского рынка их отрезали, а на китайский, которым он рассказывал своему населению, что значит мы развернем потоки газовые, нефтяные на восток. Но так чтобы их развернуть, надо деньги иметь и построить инфраструктуру сначала. Это опять потратиться надо. Это еще одна война, только экономическая. То есть у кого-то надо занять эти деньги, потому что свободных нет. И под что-то надо занимать. А под что они занимать могут? Только под свои энергоносители. Так вот он рассказывает, что Байден там засматривается с Америкой на энергоносители, а сам ведет такую политику, что взаймы, когда берет деньги, под залог своих энергоносителей фактически. Китаю принадлежат уже энергоносители, которые еще не достал, не выкопала Москва из земли. Вот там, которые лежат в земле, они уже китайские. Эксперты считают, что Газпром, вероятно, навсегда потерял две трети своего некогда весьма прибыльного европейского экспортного бизнеса. Вдобавок компания столкнулась с волной исков от европейских клиентов, требующих более 15 миллиардов долларов компенсации за нарушение контрактов. В первом полугодии 2023 года Газпром прокачал в Европу лишь 12 миллиардов кубометров газа. И если темпы экспорта сохранятся, его годовой объем около 24 миллиардов кубов станет минимальным почти за полвека. Да, у вас есть энергоносители, но достать вы их не можете. Это значит, что вы не можете разрабатывать и наращивать объемы добычи той же нефти и газа, для того, чтобы превратить это в деньги. Тут взаимосвязанный процесс. Если вы отрезали себя от Европы, вы отрезали одновременно и от банков европейских, от европейских денег, от европейских технологий. Поэтому георазведка будет сворачиваться, объемы разведанных, новые объемы разведанной нефти и газа тоже будут сворачиваться, добыча будет сворачиваться, потому что на скважины, которые уже выработаны, вам необходимо больше вкладывать денег и фактически цена добываемого продукта, она не будет рентабельной со временем. Просто надо заколачивать эти скважины. А чтобы их заколотить, это тоже деньги нужны. Просто залить там эти скважины, потому что это опасное производство. Это нефть, газ, это горючие вещества. И на это тоже деньги нужны. А где вы возьмете деньги, если вы воюете? Если у вас две трети бюджета уходит на войну, а вам надо что-то развивать, какое-то направление, ну, добычу, например, нефти и газа, туда надо вкладывать деньги. И вы с войны заберете, или вы будете у людей забирать? Путин, когда понял, что он просчитался во всем, предложил перенести утраченный объем транзита газа в Черное море и создать в Турции крупнейший хаб для поставок в Европу. Утраченный объем транзита по северным потокам, по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб. Эта инициатива Кремля уже совсем не интересует Европу. Европейцы научились жить без российского газа. Лучше иметь даже дороже энергоресурс, нежели дело с шантажистом и агрессором. Если не идут технологии и деньги, вы не будете развивать. Да, вы будете ковыряться и добывать то, что у вас уже наковырено, где вы насверлили эти скважины. Но чем дальше, тем это будет дороже для вас, добыча этой нефти и газа. А денег будет все меньше. Вот вы попадаете в такие ножницы. И это не только на направлении нефти и газа. Это автомобилестроение, тяжелая промышленность, металлургия, любую промышленность возьмите, будут вот такие ножницы. Не будет хватать денег. Естественно, это все будет сокращаться и упрощаться. Сейчас руководитель компании Алексей Миллер выступил с новыми ультиматумами. Это как предсмертные конвульсии. Он угрожает полностью прекратить прокачку газа в Европу через украинскую территорию. Если Киев не откажется от требований компенсации за нарушение российской стороной договорных условий о транзите, выполнять свои обязательства по соглашению с украинцами Миллер не желает, как не желает и платить за это полагающийся штраф. В любом случае все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав. Газпром, которому не грозили никакие санкции, который имел все шансы продолжать работу как современная коммерческая компания на европейском энергетическом рынке, фактически совершил самоубийство. И к суициду его подтолкнул лично Путин. Национальное достояние россиян превращается в национальную боль.